В каких дарах Духа Святого двигается Церковь? Вот есть кто-то пытается определиться. В одном человеке может быть один дар Духа Святого или девять даров? Ну, если видны дары, то можно отвечать, если нет, то определённые. Видишь ли, в одном человеке может быть девять даров. Может быть девять даров. И в большинстве верующих людей все девять даров. В одном человеке. Какое моё понимание в этом вопросе? Допустим, все девять даров в ком? В Иисусе. Да. В Иисусе все девять даров. И когда я говорю при покаянии, Иисус, вводи моё сердце. Как вам кажется, Он частично входит в меня или полностью? Полностью. Если я пригласил Его, и Он полностью вошёл в меня, значит во мне девять даров. И все эти девять даров вошли. Он со всеми вошёл. Вся полнота во мне. Немерывная. Да. И что происходит в таком случае? Проявляются эти дары по мере требования. Востребования. И вот как бы сказать, как там написано, что каждому дается дар по мере веры. По мере веры. И даже по обстоятельствам, я бы сказал бы. Вот допустим, скажем, и потому на веру, я бы так и сказал, в церкви. Вот так происходит и в церкви. Каждого из нас появляется в нужное, в определённое время. В ком-то один дар. Кто-то может свидетельствовать проявление такое какое-то было. И даже я много в жизни своей рассуждал над такими вопросами, как вера или дар веры. И какая разница между верой и даром веры. Есть моя вера. А есть сверхъестественная вера. Как будто бы оно не откуда-то происходит. Это что-то во мне, что я просто верю в что-то большое. И это уже не проявление моей веры. Это явление дара веры. Если вы помните, если вы помните в Деянии апостолов, когда женщина с духом прорицательным. И апостол Павел запретил. Но я понимаю, что в одном даре есть множество граней. И я называю вот это. Это ограничение. Да. Вот эти дары, они имеют насколько большое разнообразие. И это правда может быть в многих. И это правда. Если мы бываем, что там как-то, вот я как-то мудро поступил. А то, оказывается, это не ты. Это, оказывается, Дух Святой потрудился. Я стараюсь и не принимать за свое. Я стараюсь переводить все-таки на Него. Я говорю, ну вот как-то получилось, он это сделал. Не потому, что я хотел показаться духовным сильно, что это не я, это Дух Святой. Но с другой стороны, правда, что это Дух Святой. А может быть всего это по чуть-чуть? Так. Не может быть, а так и есть. Ну, раз Библия обещает, Бог обещает. В каждой ситуации может одновременно работать не один дар. Да. А несколько даров через либо какую-то ситуацию. Вот ты молишься за человека, за исцеление. И в тебя проявляется дар веры. И потом человек исцеляется, дар исцеления проявляется. И даже слово знания. И слово знания ты начинаешь говорить. Да. Ну, на данный момент, когда Дух Святой ведет, как открывает, как скажет, так и проявляется. Сегодня, сегодня я понимаю, что много даров двигалось. Когда было служение сегодня исцеления. И даже некоторые подходили и говорили, я свободен. Вот у меня было то-то, то-то. У меня все хорошо. Аллилуйя. Угу. 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 Угу.